Горехвостка обыкновенная Размер птички сопоставим с величиной знакомого всем воробья. Окраска оранжево-красного хвоста, от которого горехвостки получили свое название, часто колеблется по цветовым сочетаниям. Среди обычных европейских птиц только черная горехвостка имеет хвост такой же окраски. Самец поразительно контрастен по цвету. Самки окрашены незаметно. Горехвостка активно гнездится на южном и северном краях Черного моря и на юго-западном Кавказе. Кроме этого распространения простираются от Крыма и Востока, Турции до Кавказа и горной системы Капитдах. На юге до гор Заграс небольшие популяции гнездятся в Сирии. Распространенные горехвостки предпочитают открытые зрелые леса с березами и дубами, откуда открывается хороший обзор на местность с низким количеством кустарников и подлеска. Особенно там, где деревья достаточно старые, чтобы иметь отверстия, подходящие для гнездования. Они предпочитают гнездиться на пушке леса. Они гнездятся в естественных углублениях деревьев, так что мертвые деревья или те, у которых имеются засохшие ветки, полезны для этого вида. Они часто используют старые открытые хвойно-лесные массивы, особенно в северной части ареала размножения. Горехвостка ищет пищу в основном на земле, в нижнем слое кустарников и трав. Если в верхнем слое кустарника или дерева имеется достаточное количество роящихся насекомых, птица, безусловно, также поедает их. Рацион горехвостки состоит из мелких беспозвоночных животных, но определенную роль играет также растительная пища, особенно ягоды. Спектр добычи разнообразен. Она включает в себя более 50 семейств насекомых, различных паукообразных и множество других почвенных обитателей. Ягодами и фруктами иногда кормят птенцов, а также после сезона размножения едят взрослые животные. Оборонительных насекомых, таких как пчелы и осы, не употребляют в пищу. Привычка горехвостки прятаться помогает ей выжить внутри населенных пунктов. Все ее поведение свидетельствует об осторожности, скрытности и недоверчивости, особенно в период размножения, когда настороженность и наблюдательность усиливаются. Птица остается часами в скрытом месте среди листьев небольшого кустарника или почти в полной темноте, готовая защищаться, как только заметят опасность. Самым важными хищниками для взрослых птиц являются ястре, перепелятник и сова обыкновенная сипуха. Последний не дает горехвостке отдохнуть. Совы инкубируют свои яйца на крыше, а горехвостки под крышей. Поразительно, что горехвостки, в отличие от других птиц, таких как черные дрозды, воробьи или зяблики, редко становятся жертвами дорожного движения. Это может быть связано с маневренностью движущихся объектов, которые важны для горехвоста как охотника. Кроме того, врагами горехвостки являются кошка, белка, сорока, ласка и человек. Ранее известный максимальный возраст свободно живущих горехвоста составляет 10 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok